Так, Власковец, ищи настоящее американское кафе Папы Джо. Там ты встретишься с суперчудилой. Смотри, не проколись. Молодцы. Вы теперь в Рейхе, подданные великого клюра. И в ваших интересах, чтобы для вас не было ничего роднее, чем Рейх и его славные граждане. В этом новом мире вам предстоит сделать выгодно. Это все, что есть, Господи Божьи. Американское кафе Папы Джо. То, что надо. Здравствуйте, сэр. Присядьте. Мэм, что вам? Мы закрывались. Да, мы возьмем с собой и уйдем. Так, дайте мне... Власковец, Чудила в курсе, что ты хочешь напасть на оберкоманда. Но знать не знает, что ты идешь туда с ядерной бомбой. Ты должен ему сообщить. Пойдем, Питер. Поедим в другом месте. Мама, мы даже не закрываем. 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 О! Питер, Шон. Спасибо. Хорошего дня, мам. Ты сделай клубничный коктейль, пожалуйста. О, я надеюсь, у тебя нигде ничего не горит. Если так, я лучше потом зайду. Пожар, если что, подождет, комендант. Публичный коктейль сейчас будет. Пожарный, у тебя знакомое лицо. Очень арийское, кстати. Ты из первой станции? Вот, комендант. О, спасибо. Так, ты. Покажи-ка свои документики. Обожаю клубничный коктейль. Как по мне, лучшее, что есть в Америке. Он так прост. Молоко и мороженое. А вот остальные пункты меню надо бы поменять. Сделать их более... Немецкими. Да? Скажи мне. Ты местный Джон Смит? А? Здесь написано, что ты с шестой станции. Где находится шестая станция? Я не слышал про такую станцию. Отвечай. Командант, вы будете отвергать от обоих командов. Вы можете отвергать от обоих командов. Не время? Я еще раз пить мне эрбэрмилч. Ладно, не, командант. Ваше командов предложение, вы будете отвергать от обоих командов. О, мой бог. О, мой бог, это без тум. Без тум! Блаз, корид, закрой входную дверь! Пока еще какой-нибудь из нации не пришел... Я-то тебе дверяю, Бласковец. Но вдруг на самом деле ты носишь маску у Уильева Джея Бласковица, а под ней рожа гнусного рептилоида. Ну? Говори пароль от Грейс. Никакого пароля нет. Вот. Снимай маску и покажи морду свою, рептилоид. Супер-чудилы, опусти пушку, а то сломаю руку и вырублю тебя. Да я узнал тебя, жуткий Билли. Придуриваюсь, чувак, пошли. Пойдем. Так. Сюда. Итак, это как бы центр управления. Жаль, не успел я тут прибраться как следует. Ты уж меня прости за это. Вот. О! Вот это крутая вещица. Никакой сигнал не пропустит. Защита от любых приборов для чтения мыслей. Как там Грейс? В норме. А Эбби как? Все с ней чудесно. Обожаю ее. Даже когда она на меня писает, прикинь. Может, тогда еще больше. Вот, блин, засранка. Так чем ты тут занимался, супер-чудила? Здесь-то. Мы с папой здесь собирали и хранили доказательства правительственного заговора. Печеньку. Нет. А что, вкусные? Это было больше десяти лет назад. Летом шорок седьмого. В тот год я сначала завязался адвокатурой, он придумал, что пил в черный революционный фронт после того, как снял сграть сложное обвинение в убийстве, сфабрикованное ФБРовскими погаными свиньями. В общем, как-то вечером папа услыхал сообщение на полицейской волне. Мы поехали на север к кранчу Мерфи и увидели, что нам разбилась штука, похожая на летающую тарелку. Тут, конечно, сразу прискакали гребаные вояки и быстренько отцепили округу. Не пройдешь. Впаривали какую-то лажу про метеозонт. Разумеется, они врали с три короба, потому что мы сумели добыть настоящий вещдок. Вот, посмотри-ка. А? Нам эту красотку на месте падения. Разве это похоже на деталь от метеозонта? Здесь мы начали вести архив и плотно наблюдать за действием военных дайседа. Тут все папа строил. То есть ты видел инопланетный корабль? Ну, я не утверждаю, что это была летающая тарелка. Но что-то явно неземного происхождения. Понимаешь меня? Это звенья одной цепи, чувак. Проследи причинно-следственную связь и окажешься на секретной подземной базе в десяти километрах от Розуэлла, рядом с парком Ботомлес Лейкс, зона 52. Наши власти захватили летающую тарелку пришельцев и теперь держат найденные технологии и тела в подземном хранилище. В этом завешаны все. Свиньи из ФБР, военные свиньи, даже сраный хряк-президент. Ты понял, да? Глянь-ка на эту хрень. Зона 52, 51, вот тут зона 48, зона 56. По всему юго-западу абсолютно. Невада, Нью-Мексико. Это один гигантский комплекс, связанный подземной железной дорогой. Посмотри на фотографии. Плазменные пушки, контроль над разумом, долбанные антигравы. И когда наши сцикливые власти отдали все это сраным нацистским свиньям, новые хозяева заняли эти базы и стали проводить другие эксперименты, притворяя в жизнь свои фашистские планы. Погляди-ка. Вот это все военный комплекс зона 52, да? А вот здесь нацистские командиры разместили свое сраное оберкоманда. А здесь, под ним, огромное хранилище, набитое странной техникой. Инопланетное дерьмо. Оно там, внизу, точно. Я сам не видал, но я клянусь тебе, оно там. Не знаю, чье это, но точно не все. Ну, 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 ладно, ладно. Никто точно не знает, с чем мы имеем дело. Но, скорее всего, это разработки пришельцев. Это не пришельцы, я спросил с этой... А тебе это почем знать? Ты у нас че, эксперт по внеземным формам жизни, что ли? Слушай, я много лет проработал адвокатом, и теперь заговор заверсту, чую, умник ты сраный. Ну, ладно, я не утверждаю, что это пришельцы, ясно? Но тут любому дебилу понятно, что это гребаные пришельцы. Так. У меня тут ядерная бомба в огнетушителе. Ладно. Понял. Я не хотел тебя задеть. Грейс сказала, ты знаешь способ проникнуть в оберкоманду. Отведи меня туда, и с помощью бомбы я распылю всех нацистских генералов. На молекулы. Да. Да, конечно. Это просто чудесно. Я помогу тебе. Папа прокопал туннель до подземной железной дороги, соединяющей секретные военные базы. Он ведет прямо к грузовой станции зоны 52. Ясно. Ну вот. Так. Положи-ка ты эту бомбу. Что ж тут за гомно-то? Вот, рюкзак. Руки тебе нужны для стрельбы. Ладно. Там полно нацистов. И не только. А, и вот. Будем общаться по радио. Если что, я помогу. Эй. Смотри в оба, бласкаец. Иди по этому туннелю. И попадешь на грузовую станцию. Самый быстрый способ попасть в зону 52, сесть на один из их грузовых поездов. Карлайн, ты слышишь? Думаешь, все видят мое угасание? Без твоих крыльев я бы упал. У них поезда на реактивной тяге. Кромисс. Комендант. 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 Поехали! Продолжение следует... 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok 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 Так, состав тронулся. Пойду вперед и захвачу управление. Продолжение следует... 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 ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА 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 ДИНАМИЧНАЯ 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 МУЗЫКА Возьмите позицию! Возьмите, ребята! Возьмите позицию! 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 Ага, бегите, нацисты. Куда вы бежите? Гезутовщие эвакуирование! Хальзен, зие европейерный район и желтый, что вы берете в силу, что этот СССР-ССР-ССР-ССР-ССР-ССР-ССР-СР-ССР! Продолжение следует... 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 Продолжение следует...